У нас сегодня в гостях заместитель председателя комитета миграционной службы МВД РК Жанар Кожахметова и депутат мажлица 8-го созыва Марат Башимов. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Жанар, ну первый вопрос. Давайте тогда подробно расскажите, что планируется и когда, когда вы нас всех заставите строим идти сдавать отпечатки пальцев. Здравствуйте. Закон сам о доктилоскопической геномной регистрации, он был подписан в 2016 году и вводится в действие с 1 января следующего года. В данном случае обязательно доктилоскопическая регистрация будет подлежать граждане, обращающиеся за получением документов удостряющих личность, то есть за паспортом, удострением личности, постоянно проживающие иностранцы в Казахстане, лица безгражданства, которые имеют удострение лица безгражданства, либо вид на жительство. Замена документов у нас на сегодня осуществляется в Центрах обслуживания населения. Сама доктилоскопическая регистрация, она будет осуществляться с помощью специализированных доктилоскопических сканеров, будут сканироваться отпечатки пальцев и вводиться в чип удострения личности либо паспорта. То есть, к примеру, если мне менять удострение нужно только в 29 году, то в ближайшие 5 лет мне не обязательно сдавать отпечатки пальцев. Да, это будет происходить по мере обращения граждан. То есть, все документы, изготовленные до вступления в силу данной нормы, они будут действительно доказать. То есть, пенсионеры, которые получили там в 45 и больше не надо, или там в 65, или во сколько последний раз получают документы? Ну, я хотела бы обратить внимание, что у нас сейчас нет такой градации, что в 25-45, как раньше это было. Сейчас у нас с 2009 года выпускаются электронные документы, удостряющие личность, они со сроком действия 10 лет. А до того, как мы вводим по всеобщую доктилоскопию, сейчас кто обязан сдавать отпечатки пальцев? На сегодня нет такой обязанности. Нет, ну имеется в виду подозреваемость. На сегодня у нас отпечатки пальцев сдают иностранцы, которые трудовые мигранты, ну это иностранные граждане, отпечатки пальцев при допустившие права какие-либо правонарушения. Мы сейчас будем об этом дискутировать. Вот Маке, Марат Саветович, доктор юридических наук в сфере конституционного права, ваша позиция, насколько оправдан этот закон? Вы знаете, Газис, вот сегодня позвонила ваша журналистка с телеканала, да, Жвей Жула, Игорь Им, и когда она мне сказала, Марат Саветович, вот с 1 января вводится всеобщее обязательное дело скалопию, я был в шоке. Я говорю, когда, с какого, мы же не принимали такой закон, да, она говорит, нет, почему, такой закон существует, я перепроверил, на самом деле. В 2016 году, это при прежнем политическом режиме Ельбасы, этот закон был принят, тогда министр внутренних дел был, там написано, как Мухаммед Касымов, да, и вот они приняли его, как они приняли, я не знаю, как это общество тогда, я помню, что свою позицию, когда мне когда-то спрашивали, я тогда уже говорил, 7 лет назад это получается, да, что все, что должно делаться в этой области, оно должно носить добровольный характер, это конституционный принцип. Вы с какого боку, с какого кавычка, бадуна, загоняете всех геномную экспертизу? Вот я сейчас перед началом... Нет, а геномной не было речи. Подождите, дактилоскопическая, да, ну и разница там, понимаете, везде эти законы есть, но преимущественно они носят добровольный характер. Законодательство, вот я сейчас посмотрел, мне вот, уважаемые коллеги, мне говорят, в Узбекистане тоже приняли, ну извините, вот я открыл закон, их прямо написано, статья 16, Добровольный порядок, представьте, на платной основе, а обязательность, нету такого понятия обязательности, то есть заставлять всех, ты представляешь, 19 миллионов казахстанцев, 13 миллионов, или сколько мы сказали, там, да, сразу загонять их, давайте нам геномную, а то есть это геноскопическое. Нет, это же не сразу, это на действительности. Ну все равно, обязаловка же есть у нас этот, поэтому я вот, допустим, категорически против этого законопроекта, еще раз повторюсь, это не нами, были приняты, были депутатами прежнего состава, да, получается, они не несли ответственность какую-то за то, что они знали, не знали очень хорошо Конституцию, я так думаю, для себя, но это другой аспект. Факт, то, что при нынешних ситуациях, которые у нас было, сколько у нас базы данных, понимаете, опасения, которые есть у экспертов, тот период высказывали, я прочитал, это тогда они справедливо предсказывали. Представляете, база данных, которая, отпечатков пальцев есть, да, представьте, она утечку дала, у нас что, сколько раз было, огромная база данных, Минздрава, да, Центральной избирательной комиссии, миллионами, 11-12 миллионов, да, ушло в информационное поле, где она гуляет, установочные данные, то есть персональные данные гуляют по всему миру, представляете, а что такое отпечатки пальцев? Вы не выговорите все аргументы, мы их обсудим сразу, да. Нет, подождите, пусть потом аргументы мне скажут, нельзя, МВД выгодно, да, она говорит, мы будем всех проверять, слушайте, а что вы подозреваете всех в совершении преступления, да? Она нам нужна для выявления преступлений или тел умерших, что вы заранее хороните людей, или заранее хотите, чтобы подозревать всех, им легче, а не за счет других нарушений конституционных прав граждан этот аргумент. Хорошо, я свои аргументы еще придержу сейчас. Да, давайте посмотрим нашу первую инфографику, как в соседних странах действует это законодательство. Ну, понятно, что в России действует закон о государственной геномной регистрации, в Беларуси полная биометрическая регистрация граждан, но удивительно, но в США законодательные требования по биометрии в паспортных данных, и обязательная процедура отпечатка пальцев до въезда в США, Индия действует биометрическая идентификация граждан, во Франции, в Квете тоже своего рода. Вот, Жанар, вы можете объяснить? Сейчас первый вопрос. Первый вопрос, это вообще, сколько, нам насколько, сколько нужно аппаратуры будет купить, во сколько это обойдется государству, чтобы обеспечить? Это вопрос вторичный, или это все-таки десятки миллиардов тенге на этом куда-то уйду с чьи-то карманы? Почему чьи-то карманы? Во-первых, это, конечно, дорогостоящий проект, потому что здесь в любом случае это был закуп специализированного оборудования. Ну, государственный закуп. Да, естественно. Через подрядчиков. Государственный закуп, это доктилоскопические сканера, это программно-лицензионное обеспечение, обучение сотрудников. У нас на реализацию этого проекта изначально была заложена более, ну, скажем так, в реализацию этого проекта более 14 миллиардов тенге заложено. Здесь ряд мероприятий, они включают в себя. Да, ну, 14 миллиардов, ладно, это не такая большая сумма. Скажите мне, для чего, с практической точки зрения, какой выхлоп будет от отпечатков пальцев, от доктилоскопии всех граждан? Ну, во-первых, я хочу отметить, что здесь речь не идет о какой-то проверке граждан в качестве их преступников и так далее. Это создание гражданской базы. Во-первых, этот сбор отпечатков пальцев, он именно при документировании. Первая цель для нас, это доплыть идентификатор именно от доктилоскопической информации. И здесь, в первую очередь, какие преимущества? Это пресечение фактов незаконного документирования. У нас на сегодня есть немало фактов, когда документы, удостоверяющие личность, были получены другими лицами, используя внешнюю схожесть и так далее. Ну, у нас... Ну, если 100 тысяч в год, это одно, если 100 случаев за 10 лет, это другое? Нет, не 100 случаев в год, конечно. Если бы это было бы десятками тысяч, тогда вообще подверг бы сомнению. То есть, несколько случаев в год, и давайте теперь доктилоскопию всего народа устроим, да? Это так или так? Ну, во-первых, это не... Я не завершила. Это, во-первых, идентификация личности, утверждение. Это дополнительные параметры защиты документов от подделки, потому что дополняется еще один биометрический параметр. На сегодня у нас в чипах паспортов имеется цифровая фотография. Это тоже является биометрическим параметром. Плюс сейчас еще будут отпечатки пальцев, то есть максимально защищены будут документы от подделки. А сейчас они не защищены? Защищены. Почему? Но мы же говорим, что речь идет об усовершенствовании и идентификации граждан. Во-вторых, это упрощение процедуры пересечения границ нашими гражданами других государств. Вот вы при выезде в страны, где требуется виза, вы же сдаете отпечатки пальцев, у вас идет верификация на границе с этой информацией. То есть, имеется в виду, если мы сдадим отпечатки пальцев в родном Казахстане, то есть гарантия, что при въезде в страну, которая требует отпечатки пальцев, мне их сдавать не надо будет. В США есть такой договор уже? В любом случае, это же будет все совершенствоваться. Вообще, как бы в перспективе планируется вообще... Вот на сегодня, если вы знаете, есть уже на контрольных пунктах электронная система пропуска, когда уже можно не подходить к пограничнику, сотруднику пограничной службы, а там... Нет, Женар, я пытаюсь понять. Вы говорите, что от этого станет легче в отношениях с другими странами, но не объясняете, как. Потому что другие страны должны согласиться принимать нашу электронную базу отпечатков пальцев. Они же все равно, американцы в Нью-Йорке, все равно заставят отпечаток пальцев. Но если я там сдам, то зачем мне тут сдавать? Или как? Вы можете... Какая конкретно польза от дактилоскопии, кроме того, чтобы помимо всех остальных параметров, еще и по отпечатку пальцев его проверить? По отпечатку пальцев здесь уже будет сверх один к одному. То есть информация в ЧАИПе будет сравниваться с отпечатком пальцев. 100% на 100%. А сейчас без отпечатков отношение какое? Один к пяти или какое? На сегодня у нас в любом случае присутствует человеческий фактор. То есть идет внешняя визуализация человека по фотографии, скажем так. Маки, можете на это ответить? Нет, вы знаете, аргументов-то совсем нет у Министерства интерн-дела. Ради проблем какой-то маленькой сферы, нескольких совершенных правонарушений, может быть, все остальное менять, заставлять 19-ти миллионы Казахстана, в данном случае 13-ти миллионов или 12-ти миллионов людей, это, конечно, анекдот. Вы здесь сказали Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не подписаны международных договоров области прав человека. На другие страны надо посмотреть. Я просто исхожу из другого. Есть Международный факт о гражданских политических правах, есть Конституция Республики Казахстан, которая один в один эти принципы переписала. А как они противоречат? Подождите, статья 39-й Конституции. Там написано. То есть ограничение прав человека, прав гражданина нашего Казахстана и других лиц, может быть законами, но перечисляются четыре основания. Вот скажите мне, первое основание, национальная безопасность. Но как национальной безопасностью угрожают отпечатки пальцев? Но никак они не угрожают, что у нас кто-то требует, чтобы все побежали на отпечатки пальцев. Нет, конечно. Где угроза национальной безопасности, где на отпечатки пальцев. И пугание вот этим, чрезмерное пугание международным терроризмом, оно здесь никак не подпадает. Второй момент. Охрана общественной порядка. То есть там, где подролистом, какой отпечаток. Это узкая сфера тех людей, которые, пусть они базы имеют. Хулиганы, нарушители, преступники. Средние, там даже написано было средние, или там тяжести. Это одно. Следующий оппозитор. Для защиты прав и свобод других лиц. Но у меня этой доказательной базы тоже я не вижу никакой. И еще один момент. Здоровье и нравственность населения. Для здоровья и нравственности, извините, и не подходят. То есть основные принципы, по которым международные пакты и Конституция допускают ограничения, здесь никак не реализуются. Поэтому этот закон нужно признать ничтожным, обратиться в Конституционный суд и сказать о том, что он не соответствует международным договорам власти прав человека. А вы когда-нибудь... Еще один момент пока, да? Вы представляете, я же говорю еще раз. У Сноудена, Сноуден что сделал? Офицер спецслужб США, сколько там, 30 тысяч документов электронных, что сделал? Выкрал, слил. Все. Все базы данных. Это о чем говорит? О том, что электронной базы данных доверия сейчас нету нигде в мире. Потому что на хакеры такие работают, да? И они хотят... Это же личная вещь, представляете? Документ, он принадлежит одному. Он пришел, показал, границу перешел, все остальное, да? Сделано все. А тут миллионная база данных, собрали они вот в свой архив. И при уровне нашей коррупции и продажности всех, вся и вся, да? Эти базы данных 5 минут улетят куда-нибудь. И знаете, где они могут быть использованы? Криминальных. Мы же боремся со всякими преступными. Вот где мошеннические, их, вот, да, там, банки, банки, которые вот есть, швейцарские банки, вот будут грабить они, швейцарские банки. Я хотела бы здесь заметить, что база, она защищена, это многоуровневая система защиты, и информация в ней будет храниться в защищенном, зашифрованном виде. То есть она совершенно обезличена. А ее никто не сможет расшифровать? Да, здесь, во-первых, доступ... А если никто не может расшифровать, как вы ее? К ней, во-первых, доступ будет ограничен. Есть администратор баз данных. У нас даже, как у самих сотрудников МВД, не у всех есть доступ к базам данных. То есть здесь... Тогда можно ответить. А как Сноуден? Самый сотрудник самой засекреченной службы украл? Можно я скажу про Сноудена, Маке? Вот скажите, вы сказали, что Сноуден через АНБ украл данные... Ну, как он не называется? Агентство национальной безопасности, да? Да, АНБ. Маке, ну, вы понимаете, что... Мы, все казахстанцы и вообще весь мир уже за последние 10 лет этому АНБ полностью сдали наши отпечатки пальцев в Face ID через наши смартфоны. Там где-то на серверах Google и Apple, которым, скорее всего, имеют доступ АНБ и ЦРУ, уже наши отпечатки пальцев, всех людей, кто блокирует свои Samsung и iPhone отпечатками пальцев, уже все эти данные там есть. И наши лица, и наши радужки глаза. Откуда вы знаете это? Нет, ну, Маке, ну, все блокируют с помощью отпечатков пальцев. Эти данные передаются в Apple с помощью их сложной системы iOS. Все это хранится на американских серверах. И сейчас, конечно, мы наивные. Нет, нет, АНБ не имеет к этому доступа. Мы все сдали данные иностранным корпорациям и американской разведке. А почему мы Родине-то не доверяем? Почему американцам сдаем, а с вами не сдаем? Это первый раз слышу, чтобы разведка США уже прямо на... Нет, а я вам приведу... Публичный выговорительный... Я вам приведу. Вы знаете, что есть такой Такер Карлсон... То есть разведка США собрала про нас личные данные, наших отпечатков пальцев, да? Да, вот такой... Популярный ведущий Такер Карлсон с Fox News, он сейчас очень популярный критик, республиканец, две недели назад заявил, что его мессенджер-сигнал взломал АНБ. Публично сказал. У него миллиарды просмотров. Он сказал, мой мессенджер-сигнал взломал АНБ. Но если сами американские элитисты рассказывают... Газис, тогда тем более нам не нужно сдавать эти отпечатки пальцев. То есть давайте американцам сдадим, а от наших будем прятать? А я не знаю, что американцы у меня взяли или не взяли отпечатки, да? Вы когда-нибудь блокируете свой телефонный отпечаток пальцев? Ну я не знаю, насколько это правда. А тут-то мы законном порядке говорим. О законном порядке, о том, что мы законили, все пошли. А тут американцы делают незаконно. Их можно ругать, привлечь к ответственности, кричать на весь мир, что они ругают. Но они, тем не менее, это же делают добровольно. Вы покупаете телефон Apple и аутентификацию проводите через свой отпечаток пальцев. И через лицо, и через радужку глаза. Да, и через лицо вы уже приложили, и все. Они уже в сети, в чей-то, скажем так. У нас на сегодня, по сути... Нет, смотрите, вы хотите сейчас страну все привлечь. Это ладно, там сколько у нас телефонов, да? А что у нас вся 19-миллионная страна имеет телефоны? У нас есть финансов по контролю за нами. Да? Это нет. Еще раз говорю, как кондиционалист, это все носит некондиционный характер. Жанар, вам такой вопрос. На самом деле, вы говорите, улучшается идентификация, да? Вы знаете, я хотела бы сказать, что это в перспективе, это бы в дальнейшем, это позволит нам получать те же госуслуги удаленным способом. Вот у нас же тоже, когда мы внедряли электронное правительство, было недоверие, как это так, электронная цифровая подпись, я всегда живую подписывала, как я буду через интернет получать какие-то услуги. А сейчас, пожалуйста, мы сейчас комуслуги, банковские платежи, все оплачиваем через приложение, через электронное правительство. Это очень удобно. Делаем это добровольно. Правильно же? Никто не заставляет. Нет, Маке, я вам сейчас скажу. И когда даже в Каспий ты заходишь, ты добровольно все заставляешь. Нет, 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 вы ошибаетесь, Маке. Почему? Когда вы приходите в ЦОР... Можно от Каспий отказаться тогда человеку, правильно? Я вам договорю. Когда вы приходите в ЕГОВ, и там куча сервисов ЕГОВ, они же делают ваш фейс-идентификацию, помести лицо в авальчик, поверни вправо, поверни влево, они же это делают. Это государственный сервис. Без этой идентификации пользоваться этими сервисами нельзя. То есть фактически ваши фейс-айди, векторы вашего лица являются обязательными к сдаче государства для того, чтобы пользоваться сервисами электронного правительства удаленных. Вы же свое лицо сдаете. Эксперты не признают лицо как достоверное. Капилляры человека, которые всегда признавались на листе бумаги, ему там на черном, как его, оставляли, они только считались признанием в суде. В любом суде лицо человека, лицо операцию делает и все остальное. С помощью камер наружного наблюдения по всему миру людей к уголовной ответственности привлекают. Камера зашибла по лицу, что ты был на митинге, все, иди на пять лет. Извини меня, операцию сделал на лицо, ты убрал, а капилляры ты никак не уберешь. Капилляры-то есть капилляры. Поэтому биометрическим параметром были включены одним дополнительным параметром именно отпечатки пальцев. Потому что они уникальны, если, допустим, лицо... Хотя, как бы, вы говорите, про проекцию лица, это все тоже как биометрический параметр, но если возрастные изменения, там вот у нас сейчас пластические операции есть, где-то вот могут уже идти не сопоставляться. Ну, чтобы свое пластическое лицо, там лицо свое менять, это, знаете, это такой у меня вопрос. Но вы говорите, что это улучшает работу. На самом деле, это надо все сводить к аргументу, я думаю, вы сведете к аргументу, к следовательской деятельности, к повышению эффективности следовательской деятельности, вот этой, да, следственной деятельности. Но у меня вопрос. Я пытаюсь для себя представить ситуацию, когда отпечатки пальцев могут повысить эффективность. Я вот следующее вижу. Человек уехал за рубеж, дипломат, государственный служащий, чиновник, а вернулся его двойник. Мы не знаем, что это он. Его взяли, там подменили, да, где-нибудь в Мексике или в Америке. Мы проверили отпечатки пальцев, ага, другие отпечатки пальцев, потому что они все уникальны, значит, ты не наш человек. Но в этом случае это такая узкая категория людей, что там наши спецслужбы и так проверят их, да, там, щипцами пальца оторвут, тоже работа спецслужб. Или, допустим, другое. Есть категория людей, вот если наше общество по степени склонности к криминальным действиям построить пирамиду, то наверху окажется такая узкая категория мошенников, бандитов, малолетних преступников, которые и так до 20-25 лет уже все это сдали, свои отпечатки пальцев. И поэтому они совершают 90% всех преступлений. Поэтому нас, мирных людей, там, Аташка ездит в ауле, чего его гнать-то и его базу туда шличать? Вот этот вопрос нас интересует. завтра тот же Аташка потерялся и его установили без документов удостоверяющих личность, чтобы его найти побыстрее к родственникам, как раз таки отпечатки пальцев и ускорить этот процесс. А, в смысле, он неизвестный, он пошел в ЦОНИ, его привезли, полицейские сразу проверили отпечатки пальцев, сравнили, где он и сказали. Да, допустим, это тоже как одна из... Это вообще, еще раз повторюсь, это единичный случай. Это работа Министерства внутренних дел, 100-тысячного ее коллектива. Причем тут затягивание 12-13 миллионов граждан, половина из которых живет в селе, вы сами справедливо заметили. Отпечатки пальцев, я еще раз повторюсь, принцип добровольности должен быть. Добровольно написано, вот только что я почитал закон Узбекистана. А они, я спросил этого у одних руководителей, которые занимаются правами человек, в центре по правам человек в Узбекистане, везде добровольность. И сказки о том, чтобы заставлять всех, давайте, это только авторитарные государства, которые хотят что делать? Все контролировать, всех знать, кто что делает, по телефонам, по отпечаткам пальцев, да? Потому что человек отпечатки пальцев оставляет же везде, правильно? Ну, профессионал не оставляют, они действуют в перчатках. То есть контроль, это чрезмерный контроль над личными правами граждан. Вот это очень не нравится людям. Смотрите, вы как конституционалист, как депутат, можете мне объяснить? Они же... Еще раз говорю, приняли-то совсем в 2016 году. Сейчас задача стоит о том, что я еще раз смотрю, я в шоке был от вашей журналистской Геремко, я говорю, как приняли? Да, ее надо с 1 января притворять в жизнь. Как это будет притворять? Я, допустим, считаю, что сейчас нужно срочно обращаться в конституционный суд, чтобы он дал по поводу этого заключения, чтобы признать эту норму неконституционной. Понимаете, да? Это и я, вот моя позиция такова. Принцип добровольности должен быть на первом месте, а не принцип заставлять всех туда делать... Марат Савич, у меня такой вопрос. Они, МВД, утверждают, что на самом деле... Вообще, знаете, два субъекта и надо обратиться. Уполномоченный по праву человек, который сейчас это должна, они же прямые, упрощенные в порядке, и генеральная прокуратура. Зачем мы подняли прокуратуру? Можно я задам вопрос? Вот вы обратитесь публично. Генеральная прокуратура должна заняться этим вопросом. Обращаясь, можно я задам вопрос? Они не говорят, что они вызывают людей. Они говорят, что по мере... Вот ты пришел обновлять документы, ты все равно пришел обновлять документы. Они говорят, ну вот здесь вот квадратик, поставь ему палец. Поставил палец, все, операция одну секунду, больше ничего делать не надо. А скажите, а как, вот то, что это сделано, какой вам дискомфорт придется? Подождите, газеты. В чем вред? Диск, дееспособность людей, когда наступает, то человек считается 18 лет. А ему вы даже в законе написали 16 лет, он должен отпечатки. Какой вред несет это? Он не несет ответственности даже за свои действия до 18 лет, к примеру. А его уже в закон затолкали, что он должен ставить свои отпечатки. какой вред нахождение наших отпечатков в базе, нам с вами, какой вред может нанести? Еще раз говорю, добровольно, никто не должен принуждать это. Принцип такой свободы. Личная свобода человека не хочет, не заставляет. И второй момент, еще раз говорю, угроз, утечки данных, очень огромные. Нету доверия никакой. Мы сейчас каждый день говорим о том, что цифровизация, цифровизация, базы там несовершенны, там воруют. А представьте отпечатки пальцев, которые сдают банковской скерой. Вы сами говорили, там-то, там-то, телефонное воровство. Тут столько всего будет, что не остановишь. Хорошо, утекло, и дальше какое время? Использовать все будут. Кому надо? А каким они образом, Раций? Как они используют? Она же обезличена. Ну как нет? Это вам кажется, что обезличена. Что у вас предателей нету, которые продают права. До сих пор продают права или там что-то, я не знаю, что-то делают. МВД, понимаете, чтобы 100-тысячный коллектив МВД, чтобы он был идеально, как механизм правовой, верховенство права и законности работал, это я не знаю, ни в одной стране мира такого нет. Я вижу вред. Везде полиции, да, пока еще, доверия нету в том плане, чтобы они сохраняли, и они берут ту работу, а чтобы сохраняли в техническом плане, да, если даже утечка и спецслужбы идут в других странах, то что говорить о нашей полиции? Я знаю вред, просто вам даю возможность проговорить, чтобы вы его сформулировали. Она, уважаемая моя коллега, говорит, что у нас защитится все остальное. Ну, я понимаю, честь мундира, но если в мире утекает, то есть других, АНБ, вы говорите, утекает, да, то что говорить о МВД? У нас сейчас как раз завершающий этап по реализации этого проекта. Система должна соответствовать всем требованиям информационной безопасности, как раз о чем и говорит Марат Саветович, о защите персональных данных. Поэтому этим занимается государственная техническая служба. Система, она должна всем критериям соответствовать. Поэтому сейчас будет идти аттестация этой системы. Если там, допустим, какие-то параметры не будут соответствовать, то, естественно, ходу не будет. Я вот смотрите, я за последние 2-3 года заметил несколько случаев, как украинские хакеры ломают российские спецслужбы, российские спецслужбы ломают украинских полицейских, анонимусы ломают, допустим, американских госдеп, израильтяне ломают иранскую военную программу, что каждый раз они были просто не аттестованы, не дотягивали до казахстанских стандартов безопасности эти системы? Ну, нет, конечно, естественно, там... Ну, то есть брешь можно найти где угодно, если захотеть, да? Ну, то есть мы пробьем брешь в системе, где таятся наши все отпечатки пальцев. Я, знаете, Маке просто не договорил, а суть в чем, да? Есть квартиры, которые запираются на отпечатки пальцев в продвинтых ЖК. Есть, допустим, мой смартфон, в котором там супер критичная информация. И если я точно знаю, что я раскодировал ваш вот этот кодовый листочек, я же могу пластиково распечатать и как бы разблокировать свой телефон с помощью искусственного отпечатка пальца, да? То есть вопрос в том, что, получив базу данных, продвинутый такой, по-английски sophisticated criminal, продвинутый преступник, может за короткий промежуток времени подготовиться так, что он просто в вашу жизнь залезет своими лапами и перевернет ее с ног доголовью. Вот этого мы не боимся? Вы знаете, у нас система, там же будет многофакторная, аутентификация. То есть это не значит, что какой-то один сидит сотрудник и имеет доступ к базе. Несколько уровней защиты. Это не значит, что, допустим, какой-то недобросовестный сотрудник допустил и все получили... Я не пытаюсь поставить пятно на ваш мундир. Я, в отличие от Макея, с уважением отношусь к полицейским. Это тяжелый ежедневный... Я тоже уважением отношусь. Это нельзя так говорить. Это тяжелый ежедневный труд. Я сейчас говорю о факторах, которые не зависят от вас. Даже там страны, находящиеся в состоянии войны и держащие ухо востро, их взламывают мошенники и эти, ну, всякие там хакеры. То почему нас, великую IT-державу Казахстан, не могут взломать те же самые хакеры и каким-то образом воспользоваться? Вот так. Сейчас претензии не к вам. Нет, конечно, в любом случае, мы сейчас можем различные гипотезы строить, что и здесь может быть, и здесь какая-то брешь. Но, тем не менее, мы как правоохранительный орган прилагаем все усилия, чтобы наши системы максимально были защищены. Поэтому... Смотрите, да, про расследование уголовных дел при нашей уровне коррупции, которая существует, да, существует, существует. Коррупция – это бедствие нашей страны, в том числе. И извращенное сознание, двойные стандарты. Вот представьте, захотели посадить кого-то, да, к примеру, взяли вот этот идентификатор, да, пальчиков, туда приложили, и может быть такое, да, что при расследовании, если люди захотят... А у нас, знаете, проблем в этой сфере хватает, предательства разных хватает, невиновных людей могут также подставлять, в кавычках, подставлять, это уж термин у нас есть, да, все-таки, я говорю откровенно, о тех проблемах, которые в правовой сфере существуют. Могут быть проблемы? Могут. То есть готовы ли мы сейчас к тому, ну, вот у меня в чем еще вопрос второй стоит, что при том уровне коррупции, а мы ее ужасно признавать не хотим. У нас коррупционеры, иногда мой студент говорит, плюнешь, да, коррупционер, плюнешь, коррупция, как от нее являются, и на этом фоне мы хотим сохранить права человека, базу личных данных, да, которую он свободно придет бездавать. Грубо говоря, Маке говорит следующее, да, что это казалось фантастикой 20 лет назад, сейчас нет, что можно взломать базу данных, найти, расшифровать, найти человека, изготовить, изготовить там перчаток, силиконовый имплант с его отпечатками пальцев, и в нужном месте оставить этот отпечаток на ноже, на стакане, на двери, и все. И потом, а потом дальше честно ведите свое расследование. И честные исследователи найдут эти отпечатки пальцев, быстро его найдут, и, да, такое может быть, да. И мы же видим, что дело в том, что за не только, не только полицейские, но и другие люди, но там подбрасывали наркотики, подбрасывали оружие, подбрасывают там всякое в карманы людям, и из-за этого мы беспокоимся. Но я, опять же, говорю, сейчас ни в коем случае не кидаю. Я понимаю, что на самом деле цель-то благородная, и есть какие-то там аргументы идентификации, и тем более мы знаем, что мы уже все сдали, мы лица нашему правительству сдали, отпечатки пальцев американским корпорациям сдали. Я не знаю, как из этого выпутаться. Для иностранцев, которые для национальной безопасности, если иностранец приедет сюда, закон о миграции, это все приветствуется. Я говорю в целом о гражданах, которые 19-миллионных. Вот о чем речь. Уже мы, зрители, как вы видите, проблема дискуссионная и сложная. Безусловно, методы идентификации гражданина в целях общественной безопасности будут продвигаться, расширяться, от этого никуда не убежать. Вопрос в том, чтобы любая проблема была изначально протестирована на слабые места, и это каким-то образом было подстраховано дополнительными методами. Это был фокус внимания с газетом Абишу. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова